Ас-салам алейкум, дорогие братья и сестры мусульмане, я Мухаммад, пророк, свидетеля Слова Аллаха. Сейчас я поведаю вам о сути ислама, о том, каким должен быть настоящий араб, уважающий себя, уважающий Слово Аллаха, а также, что мы значим для мира, кто мы для мира и какую ценность, значимость и реальную историческую свидетельственность несет Коран. Священное Писание. Я жил в те времена, когда мир был совершенно не таков, каким он сейчас является. В нравственно-моральном плане, в научном, техническом, цивилизационном плане все значительно отличалось. Технологии были другие. Не верьте историкам, они все фальсифицируют. Все расы были в меру развиты, велики, каждый знал чем-то уникальным. Мы же, братья арабы и сестры арабки, отличались своим темпераментом, незарядным умом, а также алхимией. Мы первые, кто подарили алхимию Земле. Я жил во времена, когда человечество все еще жило на остаточных технологиях погибшей Атлантиды. Как и во времена Христа, мы учились эти технологии к себе адаптировать и применять, а также восстанавливали моральный закон и слово Аллаха. Для них мусульманинов просто Бога. Коран был мною много раз переписан и дописан, прежде чем он вышел в массы как истинное писание, содержащее в себе абсолют чистоты и идеал нравственности, морали и чести. Но ваши не самые благочестивые братья его множественно исковеркали. Для того, чтобы сделать вас покорными рабами слова. А слово было у Аллаха одно. Сейчас одно. Нет. Нет, одно. Это честь. И честь создавала внутреннюю свободу. Каждый свободен настолько, насколько он благочестив в своих намерениях. И истинная задача Корана была просветить настоящего мусульманина для того, чтобы он возвеличил свой дух и подобил его по промыслу Аллаха с множеством его имен. Но ни в коем случае мы не рабы, мы все его дети. Мы все часть его сознания. Мы все часть его игры и его любви. Он создал нас, чтобы мы познавали, творили и учились чистоте благочестия, чтобы учились быть как он. Что значит быть честным? Это значит брать на себя ответственность и нести ответственность за каждое свое слово. В простонародье мужик сказал, мужик сделал. Роль мужчины и женщины в Коране также была множественно раз обусловлена, но искажена. Истинное предназначение мужчины с точки зрения Корана – это нести свет благочестия, идеал чистоты и ответственности. Взбирать на свои плечи такой груз, который он способен понести, и который он способен понести таким образом, чтобы возвеличить и возвысить на себе остальных, дать им почву, фундамент для развития. Потому что когда мужик преодолевает, мужик держит ответственность, держит свое слово и занимается развитием во всех смыслах, он становится богоподобным. Роль же женщины с точки зрения Корана – это учиться внутреннему благочестию, чистотею с точки зрения скромности и почитания, когда перед ней нет границ, но все ей люба, и дорого все перед ней сыновья и дочери. Потому что первичная роль женщины-мусульманки – это мать. Каждая женщина, и стара, и велика, и невелика – это мать, это сестра, это тетя, это бабушка, это идеал нежности, это идеал кроткости, это идеал морального компаса мужчины. Ведь женщина для мужчины – это его зеркало. Какая рядом с вами женщина, такой и вы. Брат. Но и женщина имеет честь, она выбирает себе мужчину по достоинству, только она вольна сдать согласие. Мужчина предлагает, и мужчина выбирает. Женщина же выбор делает только в пользу того, кто предложил ей. И она вольна согласиться, не согласиться. Аллах сделал всех вольными, не рабами, и мужчину, и женщину. Но, повторюсь, у Аллаха есть многомерное восприятие действительности. Аллах – это понятие чести. И когда человек не прошел урок чести, он воплощается в такой форме, чтобы эту честь в себе наработать. И поэтому перед Аллахом нету душ какого-либо пола. Перед ним все его дети одинаковы. Просто когда-то с мамами мы были и мужчинами, и женщинами, и будем мы мужчины, и женщины. Зависит от того, что мы прорабатываем. Идеал чести, ответственности или идеал скромности. Потому что мужчина совершает, а женщина поощряет и милует. Но и мужчина должен быть милостивый. Потому что самый сильный, самый чистый, самый могущественный мусульманин – это мусульманин милосердный. Это мусульманин, имеющий понятие чести. Когда перед тобой слабый и жалкий, или же женщина, ты не должен его посрамлять, унижать или оскорблять. Ты должен ему дать понять, где твои границы, где их не стоит переступать, а Аллах надо дальше сам распорядиться. Это просто защита себя, но никак не унижение. Потому что унизить его жизнь, если он идет к этому самоунижению, цель же Аллаха – возвеличить. Поэтому не бери на себя ту роль, которую ты не потянешь. Помни о том, что ты отстаиваешь понятие собственной чести и понятие чести твоих нареченных, твоей семьи. Неси в себе ценность, честность и чистоту. И пускай с тобой идут Бог, о Бог твои собратья и сестры, которые наречены такой же чистотою. Он будет милосерден к тем, кто не достоин тебя и не понимает твоего духовного роста, твоей духовной ценности. Будь к ним милосерден, но не сходи на них, не пытайся что-то объяснить, доказать. Просто почувствуй, что твое слово право. Осознай, что ты есть сын отца, что ты есть дочь отца, и я этот отец Аллах. И придете вы к чистоте этой внутренней, когда осознаете, что доказывать никому ничего не нужно. Нужно просто жить понятиями чести. А понятиями чести жить означает организовать вокруг себя пространство людей, которые будут соответствовать понятиям вашей чистоты. Помните о том, что рая и ада нет. Есть высшие измерения мира и низшие измерения мира. И идете вы туда по закону подобия. А намерение – это главный ключ и секрет к тому, что вы делаете. Не важно, что вы делаете. Важно, а чего вы делаете, как вы это делаете, что говорит вам ваше сердце. Какие намерения вы испытываете. В насилии нет лжи или правды. В насилии, в хаосе, в кулаках нет ничего великого. Это идет от бессилия. От бессилия духовного. Когда нет вот этой почвы, нет уверенности в себе. Когда же есть уверенность в духе своем, в том, что ты делаешь. Нет и насилия в твоей жизни. И не применяешь ты никому насилия. Потому что это самое низкое, что может быть. Благочестивый не оскорбляет, не унижает, не бьет. Благочестивый молча идет туда, куда ему нужно идти, никому ничего не доказывая, никому не ставя преграды. Если благочестивый не ставит преграды, он сломливает эти преграды. Если ты женщина, то он обращается к брату своему благочестивому, который способен за нее сломать преграду. Потому что женщина – это мать. Она несет идеал скромности, идеал милосердия и легкости. В ней не сила, в ней милосердие, в ней не сила духа, больше как великого, чтобы проходить сквозь преграды и учиться, перебарывая себя, преодолевая внутренние границы, все больше и больше стремясь к идеалу чистоты. Нет, женщина – это та, которая просто принимает и спокойно к этому относится. Она всегда под защитой, к ней особое отношение от Аллаха, потому что у нее задачи другие, у нее задачи быть чистой, быть скромной, быть милосердной, воспринимать безоценочно. Задача же мужчины – выстраивать мир в порядке своего внутреннего. Задача женщины – облагораживать этот мир, делая его еще более чистым. Но помни же, мужчина, о том, что женщина есть на твое отражение. Но и женщина, помни о том, что чем наполняешь эту мужчину, то тебе он дает. Поэтому будьте друг другу милы, будьте друг другу опорой. Вы есть единый целый механизм из двоих. Он стремящийся к единой чистоте. Каждый дополняет тем, что он умеет. В этом задумка и великая игра. А по поводу истории могу сказать, что меня лишали до тех пор, пока я не понял, что истинная ценность заключается в добром отношении, в братском отношении. Ибо брат брату рознь, и сестра сестре рознь. И общество таковым и формируется. И погублены были многочисленные, глумимы, осуждаемы, гонимы. И до сих пор осуждаемы остаются народы Аллаха, мусульманины, арабы. Потому что гордыня была. И была и остается у многих до сих пор. Не у всех из вас, но у многих из ваших собратьев и сестер. Гордыня, непринятие, оттого и страх, оттого и сваливают на вас всю грязь мира. Но я-то знаю, что вы чистые. Я-то знаю, что вы можете выйти своей силой в чистоту. Я-то знаю, что вы народ чести. Что вы дали слово, вы держите слово. И омрачают вашу репутацию те собратья сестры, которые не держат свое слово. Которые обманывают. Обман для араба равно смерти. Правда для араба равно жизни. И помните об этом. Это мое главное вам послание. Живите по духу и чести. Ибо честь откроет вам границы и покажет вам чистоту, в которой вы найдете и себя, и Аллаха. Ибо Аллах в первую очередь – это о велосердный, о великий, о сведущий. Он породил все таковым образом, чтобы мы устремились к его чистоте. Но к его чистоте можно устремиться, когда понимаешь его задумку и его уроки. А его задумка и урок всегда направлены на одно. Что бы ты ни пережил, что бы ты ни переживал, восприми это как отражение мира твоего внутреннего. Ибо поняв, что всякое есть отражение твоего внутреннего мира, поняв, что все есть подобие тебя, устремишься ты к большему свету в своем внутреннем мире. И внутренний мир организует твой внешний мир таким образом, что он проявит еще большей чистоты вокруг тебя. Поэтому сначала чистота внутри, и потом чистота вовне. Слушай только тех, от кого мир тебе кажется единым. Кто не разобобщает народы, но кто провозглашает слово Аллаха как закон равенства, закон единства. Что все одно и то же. И братья-христиане, и братья-буддисты, и даже атеисты, все несут свое слово и свою точку зрения. Наше слово основано на праве и благочестии ближних своих, ибо их право выразить себя. Но наше право отстоять, если честь срамят, но отстоять по-доброму, по-правому. Насилие не решает ничего. Это крайний момент. Это момент, применяемый только к тем, кто не понимает слово. Кто не наделен честью, кто же наделен честью, слово поймет. И слово будет Аллаха, и слово будет милосердие и принятие. Ибо наши матеря и наши отцы нас из поколения в поколение учили. Мы позабыли вы, и это восстанавливается. В квантовом переходе все вернется, и понятие чести восстановится. И снова народы арабов станут великой, неразразненной нацией. Народов много, а нация одна. Нет, сейчас, секундочку, исправлюсь. Он сказал, наций много, а народ один. И народ один. Народ Аллаха, народ арабов. Народ, несущий слово чести, слово правды. Ибо в правде складывается царствие Божие. Ибо в этом царстве, в царстве Аллаха, каждый найдет для себя то, что хочет найти. И каждый создаст для себя ту силу, с которой он все горы свернет. И всякое срамное преодолеет. И уйдет в чистый свет. Но помни же о том, что всякого вокруг тебя есть твое зеркало. Будь то ты или сестра, или брат. Но если убрать человеческую плоть, перед Аллахом все равны, все одинаковы. У души нет пола. Вы просто играете в игру. Каждый из которых взял на себя определенную ответственность. Один ответственность за чужую безопасность, жизнь и комфорт. Другой ответственность за чувство комфорта психологического. Соответственно, вы сотворяете сами свои миры. И летимирие только разрушает. Правда бьет. От нее больно. Но после этой боли наступают легкость и чистота. После ней легко. После ней Аллаха видно везде, в каждом. Даже в самом низшем черве. И помните о том, что нет того, кто ниже или хуже вас. Есть те, кто не изъедает слово Аллаха. Есть те, кто ведает слово Аллаха. Перед теми, кто ведает слово Аллаха, вы равны. Перед теми, кто не ведает слово Аллаха, вы старшие братья и старшие сестры. И ваша задача путем милосердия и отстаивания своей чести научить. Но не позволяете никому вас срамить. Ибо вы знаете правду, и вы знаете, что в этой правде вы изначально чисты. Нужно эту чистоту просто вернуть. По поводу питания. Все устремлено по чистоте. Чем выше ваш вибрационный фон, тем более чистую пищу вы хотите потреблять. Но не забывайте о том, что сейчас квантовый переход, и нужно заземляться. Поэтому не отказывайте себе ни в чем, но не смейте, Не смейте пихать в себя грязь. Ни сигареты, ни алкоголь, ни дешевое мясо, ни особенно свинину, ни каких-либо тварь ползающих. Только тварь летящих, тварь плавающих и тварь поедающих траву. Он сейчас не показывает образы. То есть, получается, это рыба, это птица. Но он говорит, желательно не курица. Из мяса получается баранина, говядина и конятина. Он говорит, свинина, животное грязное. Действительно, срам его употреблять. Это животное, которое жрет все. А мы выбираем для себя лучшее. Но он еще упомянул, что всяких козеток, мидий, ямаров тоже употреблять не стоит, если вы мусульманин, потому что там вибрации, которые понижают. А вибрации, которые возвышают, это рыба и птица особенно. Говорит, самое чистое мясо у наземной твари, коровье, говяжье. Конское мясо дает свободу. Так, что он говорит, расскажи немножко про свою жизнь. «Была напоковеркана, ибо возвеличили меня впоследствии, но не говорили о том, что власти и цари, что высшие эшелоны, много раз хотели меня убить. Потому что я пришел нести слово правду, слово Аллаха, и в слове Аллаха все равны. Царя это срамило, и цари меня хотели убить». Ровно так же, как вещал мой собрат, учитель Иисус, Иисус, он тоже приходил нести слово равенство. Слово равенство было человек единый. Это не нравилось тем, кто поставил выше себя остальных. Это срамило тех, у кого гордыня. И помните о том, что гордыня – это возвеличивание себя над остальными. Но гордость – это способность чувствовать, нести слово своей чистоты. в виде, что кто-то выше по духовному уровню, кто-то ниже по духовному уровню. Но все мы, братья и сестры, кто-то младше, кто-то старше, исключительно по духовному развитию. Тот, кто младше, мы подтягиваем их до себя. Тот, кто старше, мы следуем за ними, потому что от старших мы чувствуем слово силы, слово свободы и слово любви. Ведь истинный Аллах в принятии. Пусть вам чуждо христианство или буддизм, но поверьте, если Аллах это создал, значит, ему тоже нужно было. Значит, ему нужно было, чтобы люди в него верили вот через это, вероисповедание, чтобы они через него к этому стремлялись. Но помните о том, что у Всевышнего одна точка, если прикасается множество имен. И неважно, как мы его называем, через кого он проявляется. Он может проявиться через кого угодно. Наша задача — это почувствовать. А проявляется он. Почувствовать можно через того, от кого исходит свет, чистоты и свободы. Ведь слушайте тех, от кого вам становится легче, после кого вы принимаете остальных, после кого вы чувствуете себя возвышенно, но не за счет принижения остальных. Если же вероисповедание звучит, понижая остальных, возвышая за счет кого-то, это не истинная вера. Истинная вера — это просто сила и слово свободы, это слово высоты, не основанное ни на чем, оно просто есть, живет в нас и существует. И это слово нужно раскрыть, эту мерки нужно раскрыть. И наша задача у тех, кто возвысился, возвысить тех, кто ниже нас. Но почувствуйте же также и отцов, и старших братьев, тех, кто вас ведет. Ибо истинные старшие братья и отцы для вас те, кто не осуждает вас, что бы вы ни сказали, кто принимает вас безусловно, но кто говорит вам, что в правде ты найдешь ответ. Кто верит в вас и вверяет вам свет Аллаха. И если же столкнулись с осуждением, сразу можете понять и осознать для себя, Аллаха здесь нет. Здесь человеческое эго. И эго дано для того, чтобы уметь его опуздать, чтобы он и стал помощником, инструментом. Ведь каждый знает свое место в итоге. Ведь святые знают, что они святые, а демоны в глубине души знают, что они демоны. И этого не изменишь. Таково царствие Аллаха. А я желаю вам, мои братья и сестры, арабы, восстановить слово своей чести. Чтобы народ, единый народ земли, любил всех одинаково. Чтобы любовь царила везде. Помните о том, что вы сила и честь земли. И что ваш расцвет только в правде. В правде в первую очередь по отношению к себе, а потом к остальным. Ведь если вы хотите любви, ласки и нежности, будьте, будьте к остальным любящими, ласковыми и нежными. Но не впадайте в срам, не объясняйте, не кушайте кряди, не распускайте руки. Уместна только защита. Атакой в Аллаха заставить не поверишь. В Аллаха можно помочь, поверить только через любовь и принятие. И таково финальное слово Аллаха на сегодня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...